Человек, который работает на русском радио, но по совместительству это еще и студентка четвертого курса филологического факультета в направлении журналистики Наталья Кузенченко. Привет! Следующий гость, самый аппетитный гость сегодняшнего мероприятия, это ведущий радиостанции Кексахом Данил Литвинский, ведущий утреннего шоу Александр Шарматов, больше известный как Анси Шарк, диджей вечера. Спасибо большое, что пришли в нас. Следующий наш гость не только знает, как правильно звучать в радиоэфире, он еще и знает, как этот радиоэфир продвигать. Александр Татарец, поприветствуй. Руководитель производственного отдела департамента продвижения Санкт-Петербургской правды. Также хотелось бы поприветствовать всех наших студентов и выпускников, которые пришли сегодня к нам. Особенное внимание хотелось бы уделить нашим дорогим выпускникам, ветеранам мысли, а также одним из основателей легендарного элитного клуба радио-любителей Белый Титбан Анастасии Пономаревой. Ну и, конечно же, хотелось бы рассказать отдельное спасибо преподавателям, которые пришли сегодня к нам. Это, конечно же, замдекана филологического факультета по работе со студентами Якушенко Василий Николаевич, поприветствую. АПЛОДИСМЕНТЫ Представатель техники радио Куликов Сергей Владимирович. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Представатель кафедры Матрон-Коммуникации Наталья Юрьевна Собочи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сегодня у вас ожидает обсуждение актуальных проблем современного радиообещания. Представление номинаций, победители которых будут торжественно награждены в следующей развлекательной части мероприятия. Ну, ты знаешь, мне кажется, ты забыла самое-самое-самое главное. Дорогие гости, сразу же после официальной части вас ожидает кофе-брейн, на котором вы сможете отдохнуть и настроиться на развлекательную часть дня радио-2013. Почти для всех присутствующих сегодня День радио это уже профессиональный праздник, который требует к себе особого внимания. Но знает ли об этом празднике кто-то другой, например, студенты других факультетов нашего университета? У нас на связи специальный корреспондент нашего мероприятия, Азиз Дюбай, который расскажет нам, что думают об этом празднике студенты других факультетов нашего университета. Азиз? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У вас небольшие технические неполадки? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, ваши, еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У нас снова технические неполадки. На самом деле он так разноваривает. Ты знаешь. С одним новым видео мы свяжемся чуть позже. С нами был наш специальный корреспондент Азиз Габарин. Как оказалось, не только заинтересованные лица, это вы знаете потом дальше, я обманываю вас. Как мы знаем, радио это в первую очередь глаз народа, это отражение людских интересов и их жизнедеятельности. Как именно взаимодействуют радиостанции и общество, нам расскажут студенты в следующих выступлениях. Азиз узнавал мнение студентов других факультетов, в том числе юридического, экономического, о том, что такое радио и какое оно в их представлении. Азиз, перестань. Вы, наверное, уже успели заметить, или заметите обязательно чуть позже, что мероприятия у нас организованы в стиле винтажа. Вы спросите, почему? Дело в том, что период с 30-х по 60-е годы, прошлого века, это время зарождения, развития радиовещания в нашей стране. Сейчас мы видим, что время, в котором мы живем и в котором живет наше радио, диктуют абсолютно другие, отличающиеся от прежних законы. Как это произошло и почему? Наши студенты подготовили ответы на самые острые вопросы. А также попробовали воплотить свои идеи в жизнь, но об этом чуть позже. Не будем забегать вперед. На сцену приглашаются студенты филологического факультета направления журналистика со своими научными докладами. Дорогие гости, вас ожидают 8 выступлений студентов, которые разделены на тематические блоки. Каждую научную статью вы, дорогие гости, сможете обсудить сразу же после выступления студента. Если вам есть что сказать, есть что оспорить или добавить, милости просим к микрофону. Мы будем очень рады услышать ваше мнение на представленные студентами темы. Мне стоит только добавить вещай про совещание. Как мы знаем, радио – это класс народа, как я уже говорила, поэтому следующие три выступления будут нам рассказывать о том, как именно взаимодействует радио и общество. На сцену приглашается Дарья Кокорина, студентка третьего курса филологического факультета направления журналистика, которая своим научным докладом радио в условиях конкуренции открывает первый тематический блок. Поприветствуем Дарью. Дарья Кокорина, студентка третьего курса филологического факультета. Как мы все знаем, на данный момент у слушателя радио появился альтернативный источник информации. Таким источником стал интернет. Однако реальную угрозу радио интернет не предоставляет. Несмотря на то, что в глобальной сети человек все равно может быстро и удобно найти интересующую информацию, все же радио стало уже давно необходимой частью жизни человека. Кроме того, потребление радио не только не сокращается, но и идет по нарастающей. Например, аудитория, слушающая радио в автомобиле, выросла на 20%. Такие данные предоставлены Адамом Боуэлли, директором по стратегии «Ванерный Абсолют Ради», одного из крупнейших коммерческих игроков на радиолинке в Великобритании. Кроме того, увеличивается количество автомобилей, которые оснащены цифровыми устройствами с доступом интернет, что позволяет находить во всемирной сети наиболее интересные радиостанции. Никакой другой вид СМИ не позволяет пользоваться им на фоне. Радио служит фоном. В настоящее время наибольший процент от всех радиостанций — это музыкальные и развлекательные радиостанции. Радио служит человеку и как особый вид отдыха. В настоящее время радио становится все более и более интерактивным. Мы перестаем быть простыми слушателями. Мы уже важная часть радио. Мы участники его создания. Например, итальянская музыкальная радиостанция Virgin Radio Italy создала уникальное приложение, которое позволяет слушателям менять свой лист в своей радиостанции. Нам крайне важно чувствовать себя частностью чего-то большого, даже глобального. Вовлечение рядового пользователя радио в большой концепт создания радиостанции повышает неинтерес к радио. В данной программе можно не только голосовать за любимые треки, но и уменьшать популярность тех музыкальных композиций, которые кажутся слушателю неинтересными. Таким образом человек создает свою собственную радиостанцию. Кроме того, не стоит забывать и о различных викторинах и розыгрышах призов, которые организуются на радио. Как известно, на всяких интересных нам радиостанциях, например, развлекательных радиостанциях, на Миктофм Love Radio есть такой вид разлучений, это как отправить смс безнамя в любви или поздравление на своем рождении. Конечно, мы можем отправить свое письмо и в газету, и на интернет-сайт, но для того, чтобы его прочитали, его отредактировали, его выложили, должно пройти какое-то время. А на радио это происходит буквально за несколько секунд. Кроме всего перечисленной современной аудитории, радио необходимо еще из-за того, что радио открывает воображение и фантазию. Слушая радио, мы представляем картинку, что дает нам эмоциональную разгрузку после постоянно великающих картин современной жизни. Можно обратить внимание на перспективы развития радио. Президент холдинга ВКПМ, это обещательная корпорация профмедиа, Юрий Костин говорит о других перспективах нашего общего развития. Я впервые услышала лет 15 назад. Тем не менее, по-прежнему, радио в России успешно развивается. Я уверена, что успех или неуспех любого радиопроекта зависит от желания тех, кто его делает. Для наших студентов это утверждение особенно актуально и имеет особый смысл, так как мы находимся в процессе создания своего студенческого радио. Управляя современной радиостанцией, необходимо учесть контент и программирование эфира, маркетинг и протажа, а также юридические аспекты радиостанций. Энди Бабейнг, консультант исследовательской компании Broadcast и Programming, делятся некоторыми советами, направлены прежде всего на программных директоров. Программируя эфир, необходимо иметь четкое представление о своем основном слушателе. Чем больше вы узнаете о поведении в ремичках, тем точнее сможете наполнить эфир. Не пытайтесь уйдить, дайте всех и не идите напомнить на поводу у активных служителей, которые дозваниваются в эфир каждый день и просят больше вставить какую-то композицию. Радио развивается в условиях конкуренции СМИ, в условиях столкновения профессиональных, экономических и политических интересов. Но все же радио имеет свою специфику. Именно поэтому развитие радио идет по восходящей линии. Также сейчас есть такое понятие, как конвергентная журналистика. Это объединение всех с СМИ. Радио, интернет, газеты увладят общий контент. И радио необходимо придерживаться этой тенденции, чтобы не потерять своих слушателей. Спасибо. Спасибо большое, да? Уважаемые гости, есть ли вам...